Всем привет! Сегодняшнее видео я вам расскажу о покупках, о своих личных покупках. То есть, это не важно, с какого каталога я. Видите, на заднем фоне у нас камин до сих пор еще, потому что на улице холодно и квартира еще не успела прогреться. Приходится даже иногда включать камин. И замерзает ее, бердлячка. Я, наверное, самый последний из сапогов выпрыгиваю. И начну я, пожалуй, с вот этого крема. Все-таки я отдала платинам крем, линейку всю практически, оставила только себе ночную маску и крем для век. Потому что я крем для век наношу прям полностью на лицо. А дневной ночной крем отдала ей, потому что для меня все-таки это очень тяжелая консистенция, тяжелая текстура. То есть, я чувствую, когда наношу этот крем на лицо и когда он у меня находится, то есть лицо такое все липкое. И взяла любимую для себя сыворотку для лица флюид. Это новинка, то ли в шестом, то ли в седьмом каталоге она появилась. Но я думаю, это не принципиально важно. Где-то я читала про нее отзывы. Было написано, что она по консистенции напоминает дневной крем. На самом деле нет. Я пользовалась дневным кремом. И разница все-таки чувствуется. Вот этот вот флюид намного легче. И он превращается в водичку. То есть, впитывается, ну, при распределении по коже, скажем так, вот его наносишь, он вроде бы как кремогелевый. А когда его распределяешь по лицу, вот, то есть, видите, он сразу превращается в водичку. Все-таки вот такого эффекта у крема нету. Он более плотненький. В то же самое время он легкий. То есть, вот эта вся линейка, она очень-очень хорошая. Как раз вот именно по своей легкости, невесомости, по своему составу невероятное. Но к составу я уже дальше вернусь. И мне нравится еще здесь дозатор. То, что не нужно туда пальчиками лазить. Например, там в дневном вот этом креме. Ну, он как универсальный крем, он на день и на ночь подходит. Там приходится лазить руками, потому что это сама баночка. А это дозатор, помповый дозатор. Выдавливаете и вот сколько нужно разносите. Создает на лице какую-то такую легкую пленочку. Как будто вот кожа покрывается на самом деле кремом. Но в то же время, в отличие, допустим, от пленочкой, в отличие от крема платином, там вот прям такая пленящая. Но не то, чтобы он впитывается вроде бы дневной крем. Но я вот эту вот тяжесть этого крема чувствую. Вот я не знаю, как вам передать. Вот эта же линейка, она вся вот легкая, невесомая, нечувствительная на коже. Может служить базой под тональный крем, потому что имеет хорошее покрытие, выравнивает кожу лица, сглаживает все шелушинки. Очень хорошо работает с морщинками, потому что после какого-то времени использования, то есть это не с первого раза, морщинки как будто бы выталкиваются. Вот, и служит отличной базой под тональный крем. То есть не нужно дополнительно базу там покупать, но если уж у вас очень сухая кожа, то тогда да. И состав мне очень понравился. Я начитала среди 34 компонентов. Я вот прямо специально вчера сидела, пересчитывала. 17 из них это натуральные компоненты. Из них в состав входит комплекс Аква Смарт, который призван как раз увлажнять кожу. Экстракт семян льна, экстракт семян овса, экстракт ламинарии, экстракт солодки, масла, трубей, риса. Причем этот крем снижает действие ультрафиолетовых лучей. Не за счет того, что там содержатся какие-то защитные уфа, да, факторы фильтра. За счет природных компонентов. То есть получается он на 50% состоит из натуральных ингредиентов. У нас таких кремов нет. То есть это одна единственная линейка, что мы возьмем дневной крем, что крем для кожи вокруг глаз. Вот этот вот флюид. Причем составы я сравнивала, они тоже вот с кремом отличаются. И здесь вот по составу, здесь больше натуральных компонентов. Но я правда ни в каком соотношении там не сравнивала вот именно в дневном. То есть я не считала общее количество компонентов, которые входят в этот крем. И не вытаскивала, не вычленяла оттуда натуральные компоненты. Здесь же вот с точностью могу сказать, что на 50%. Это вот то, что я могла прочитать своим непрофессиональным взглядом косметолога. То есть у меня нет косметологического образования. Есть тут, конечно, метилпарабан, пропилпарабан, но они на самых последних местах. И у нас они в очень маленьких концентрациях добавляются туда в процентном соотношении. Причем этот крем подходит для всех типов кожи и на самом деле справляется со своей функцией. С функцией увлажнения на 12 часов. Я вот обожаю всю эту линейку. Вот среди всех тех продуктов, которые сейчас на данный момент есть у нас уходовых из компании Faberlic, мне больше всего нравится вот именно конкретно эта линейка. Она не имеет привязки к возрастам, потому что как молодая кожа, так и тем более взрослая, возрастная кожа, она нуждается в увлажнении. И, как правило, морщинки, они формируются из-за того, что кожа пересыхает. То есть у нее тургор снижается уже с возрастом, со временем. Влага, влаги становится там меньше. И вот этот вот крем позволяет вернуть увлажненность кожи. За счет того, что она напитывается, распрямляется и выталкивает вот эти вот все существующие морщинки. Не знаю, я вот долго готова на этом креме останавливаться и говорить. Но я думаю, стоит приступить к следующему продукту. Он сейчас в данный момент у меня нанесен на лицо, так как у нас нету тонального крема 6309. У меня есть 6310. Это самая лучшая тоналка, которая у нас есть. И, к сожалению, ее то ли сняли с производства, то ли она временно исчезла. Поделитесь. Возможно, кто-то из вас уже писал письмо в обратную связь и получали ответ. Что случилось с этой тоналкой? Вернется ли она? Потому что это единственное... Я, почитав отзывы на другие тоналки, поняла, что это единственное тональное средство, которое, ну, вообще выше всяких похвал, аналог более дорогим люксовым маркам. Она легкая по консистенции, легко наносится, очень такой вот приятный на ощупь, не тугой тональный крем. И у меня 6310, который подходит больше по тону после выхода с лета, когда кожа загоревшая. Сейчас мне нужен более светлый оттенок. И я бы с удовольствием взяла 6309, но, к сожалению, этой тоналки нет. Поделитесь. Возможно, вы обладаете какой-то информацией, куда он исчез и когда он появится вообще. Не дай бог его вообще уберут, потому что вот все те тоналки, которые есть, они с более плотной консистенцией. Ну, более плотные, более тугие. Это из бьюти-бокса от Марии Вэй. Он универсальный тон, как здесь написано, подстраивается под оттенок кожи. Но, скорее всего, брюнеткам он не подойдет, потому что немножко выбеливает кожу. Вроде бы, когда его наносишь сначала на руку, он смотрится как светло-бежевым, даже немножко вот с эффектом загара. А когда распределяешь его по лицу, то, видите, у меня вот лицо оно светлое. Ну, может быть, есть эффект подсвечивания. Вот написано, здоровое сияние. Скорее всего, там есть какие-то светоотражающие частицы, которые вот дают поблескивание кожи. Ровный цвет лица. У него очень плотная, тугая консистенция. Он очень тяжело разносится по коже. Лучше его наносить не пальцем, хотя я всегда все тональные крема наносила руками. Сначала наношу вот здесь, чтобы он под действием тепла растворился, немножко размягчился, а потом уже пальчиками на лицо. Но, если вы купите этот крем, вам нужно будет приобрести либо бьюти-блендер наш, либо есть специальный потональный крем, такие треугольнички, спонжики потональный крем, потому что руками он разносится очень сложно и как-то неравномерно. То есть, вроде бы я нанесла, смотрю, что мне еще где-то там требуется домазать. То есть, нет, сложно найти вот эту вот границу, где ты уже нанес этот крем, где нет, потому что он разносится как-то частями, как-то кусками. Тем не менее, вот несмотря на свою плотную консистенцию, он обладает средним покрытием. То есть, я бы не сказала, что он сильно перекрывает все недостатки. После того, как я нанесла, все равно красные пятнышки, они были видны. Запах миндальный, очень ярко выражены, поэтому, кому нравятся нейтральные запахи, вы его не сможете носить. Но опять же, как вот я его нанесла, я чувствовала этот запах. Прошло какое-то время, вот минут 15 я уже с макияжем, я не чувствую запаха миндаля. Хотя я не особая любительница гели для души с миндалем, потому что это для меня слишком приторный и сладкий запах. Но вот тоналка мне понравилась. То есть, я не, вот в плане запаха, я не чувствую вообще запаха. Ну вот сижу, но вообще не ощущаю запаха. Даже больше запах чувствую помады, чем тона на лице. Также содержит гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения кожи. Ну да, вот она не сухая. Я все сравниваю, все тоналки теперь вот с этой сывороткой. Это ужасная сыворотка была для меня. Вот хуже тоналки еще не было у нас в Берлик. Вот лично для меня. Наносилась очень сложно, забивалась в поры, трестрескивалась на коже, ее было заметно. Вот это вот вообще не видно. То есть, я нанесла на нее и ее не видно. Хотя немножко выбеливает кожу, но, по крайней мере, не видно самого тона, что как будто бы ты нанесла что-то. Ну вот если, сейчас посмотрите, мне кажется, нет разницы. Единственное, есть какое-то вот сияние, вот на самом деле кожа блестит. Шея матовая, а вот само лицо блестит. Вот разница только в этом. Кажется, вроде бы все. СПФ-15 здесь есть, надеюсь, ничего не упустила. Плотная по консистенции, еще раз подытожу. Если будете пользоваться, желательно купить спонжики и средним покрытием обладает. Стойка или нет, посмотрю там в конце дня. И знаете, как мне кажется, если у нее подпортится срок годности, ну туда дальше, либо будет лежать у вас где-то на солнечном месте, то она расслоится у вас на воду и сам тон. У меня была такая тоналка, по-моему, матирующая тональное средство, еще в красных таких вот жар-птица. И она спустя какое-то время у меня расслоилась. То есть, выдавливаешь, оттуда водичка вытекает. Почему я так поняла? Потому что вот когда наносишь тоналку, то такое ощущение, как будто вы маслом по воде. То есть, она уже, когда наносишь на кожу, уже как-то расслаивается на воду и на масло, на сам тон. Вот я не знаю, как объяснить, наверное, кто пользовался матирующим тональным средством, поймет. То есть, как будто вы скользите чем-то масляным по воде. Вот. Поэтому аккуратнее с ней где-то храните ее в таком месте. Но вот сейчас по тону она мне идеально подходит. То есть, у меня кожа, то есть, у меня уже загар полностью слез. И потом она мне идеально подошла. Вот подойдет она, скорее всего, светлокожим, среднекожим. А вот темнокожим, то есть, не так подстроится. Хотя написано, что подстраивающий под оттенок кожи, но с муглым слишком будет светлым. Я не знаю, почему в других регионах не срабатывают подарки за 5 баллов. У нас эта программа есть. В России, в Поволжье у нас даются подарки за 5 баллов. И вот подарком я взяла маску для лица. Это вопрос не ко мне, почему у вас не работает. И не ссылайтесь на меня. Скажите, что в Поволжье есть. В Поволжье у нас есть. Делаешь заказ, на второй шаг переходишь. И за 5 баллов ты можешь выбрать маску, а за 10 баллов кусковое мыло. Я не знаю, почему в вашем регионе, в вашей стране это не работает. Потом попробовала также. Я в Москве еще не пробовала. И вот эта вот вся серия Ботаника, она мне не очень нравится по запаху. У меня есть тоник дневной ночной крем. Мне напоминает пребиотик. С пребиотиками у нас была линейка зеленая лет, наверное, 5 назад. Мне не очень запах нравился. И вот по запаху, независимо от того возраста, какого 30, плюс 40, плюс 50, вот отдаленные нотки пребиотиков я этих чувствую. На первом месте здесь вода, на втором месте каолин. И вот чисто случайно я за 5 баллов заказала, потому что мне нужно было... Ну, я думаю, на 2 раза ей тут хватит. Она такая вот не жидкая, густоватая. Ну, за счет того, что здесь каолин. Несмотря на дешевизну, в принципе, состав у них очень хороший. То есть вот на втором месте уже каолин есть, а на четвертом месте масло каких-то там цветков и так далее. Алоэ веры есть увлажняющий комплекс. Вот это маска для возраста 20+. Попробовала вчера первый раз зубную пасту. Это зубная паста, препятствующая возникновению зубного налета и камня. Эффективно очищает зубную маль от налета, снижает скорость его образования, блокирует прикрепление зубного налета к эмали, препятствует образованию зубного камня, освежает ротовую полость. Мне она очень нравилась по вкусу, потому что у нас мало зубных паст с хорошим, приятным, мятным вкусом. Это одна единственная отбеливающая зубная паста. И вот это вот теперь, это вот два моих фаворита теперь будет. Наконец-то я нашла с приятным вкусом, потому что и родители у меня не всегда могут пользоваться зубными пастами Фаберлик. Вот до этого у нас линейка была там минералов. Да, они хорошо очищают зубы, но вот привкуса нет у них вот такого вот мятного. То есть как-то не в восторге в особом. И родители мои в том числе были. А вот эта зубная паста мне понравилась. То есть у нее очень хорошее сочетание вкуса, среднее содержание абразивных частиц. И она, знаете, несколько отличается по консистенции от своих аналогов. У нее какая-то вязкая такая, необычная текстура. То есть вот когда начинаешь чистить зубы, она во рту превращается как не в желе. А вот что такое вот интересно, но висковатое, даже вот как кисель что ли. Поэтому наносить ее меньше. Начните всего лишь с одной горошинки. Я нанесла прям целую полосочку на зубную щетку. Начните с маленькой горошинки. Потому что она хорошо и размыливается. Втор содержащая паста. 24 месяца срока годности. Хорошо пенится. Я бы сказала не сильно, но средне очищает зубы. Но пока я не заметила, чтобы у меня там налет не наседал. Нужно какое-то время попользоваться. Какой-то здесь вот комплекс инновационный. Инновационный гантрес образует на поверхности зубов пленку, которая удерживает на эмалии активные вещества. Увеличивает продолжительность их действия. Таким образом препятствуя образованию зубного налета и зубного камня. Натрия, пира, фосфат предотвращает преобразование мягкого зубного налета в твердый. То есть чтобы мягкий зубной налет не переходил в твердый. Втористый натрий оказывает антикариозное действие. Также способствует реминирализации зубной эмали. Я бы ее наравне по качеству и по вкусу поставила с отбеливающей зубной пастой. Все остальные выкидываю и те оставляю. Также взяла средство для мытья посуды. Это новинка с экстрактом эвкалипта. Мне по запаху он очень понравился. Хотя запах сильный. Но я люблю эфирные масла. Люблю запах в том числе и в частности эвкалипта. Поэтому при разведении он станет мягче. И обладает антибактериальным эффектом. Подходит также для мытья детской посуды и бутылочек. Но вы разбавьте, посмотрите как у вас будет это все в растворенном виде. Меня запах не отталкивает. Но смотрела видео других блогеров. Не всем он подошел. Также за каждые 299 рублей можно купить... Заказать по 19 рублей. Это новинка, которая появится в упаковке уже в 10 каталоге. А это пока отдельно поштучно. Можно взять таблетки для посудомощной машины. 4 штучки вот таких вот я взяла. У меня нет посудомощной. Это для своих консультантов, у кого есть, надо предложить. Просто жалко их, когда я делала в первые дни заказы. У меня были большие заказы, они не пробивались. А потом, когда уже у меня заказы закончились, остались маленькие, они появились. Обидно. И на каждые 999 рублей по 8 каталогу, если вы сделаете заказ, то получите вот этот купон, которым вы можете воспользоваться в 9 каталоге. Там будут продукты, отмеченные значком скидка 50%. Или нет? А, на любой продукт из каталога. Да, не отмеченный значком, а на любой продукт. На парфюмерно-косметическую продукцию, косметику для дома, кроме стирального порошка. Можно воспользоваться этим купоном. Вот, все, вроде бы закончились мои покупки на сегодняшний день. Я под каждым видео оставляю ссылку для регистрации. Вы можете перейти и заполнить регистрационную форму. И таким образом вы станете консультантом компании Фаберлик. Но я бы даже сказала не консультантом, потому что все считают, что если они становятся консультантами, им обязательно нужно распространять продукцию. Нет, вы, зарегистрировавшись, просто приобретаете дисконт 20% на всю продукцию. Действует у нас вся система по принципу интернет-магазина. То есть вам после регистрации присваиваются логин и пароль. Это как если бы вы, допустим, зарегистрировались на том же сайте iHerb. Присваивается регистрационный номер и пароль, и сразу вам дается скидка 20% на всю продукцию. Ни один магазин, скажем так, интернет, не может этим похвастаться. Но скидка предоставляется от 1000 рублей. То есть если сумма вашего заказа меньше 1000 рублей, то у вас не сработает скидка 20%. У вас будет цена, которая указана на сайте, плюс транспортный сбор. Он зависит от суммы и от региона проживания. Если же все-таки вы набираете сумму 1000 рублей, причем это в ценах каталога, у вас сработает еще скидка консультанта 20% и к оплате, у вас будет рублей 800. И при оформлении заказа вы указываете офис, удобный вам для получения. Это как если бы вы также заказывали на сайте iHerb и выбирали какой-то пункт выдачи. То же самое, как я, например, в Оксфоре выбираю. То же самое, вы делаете, регистрируете, сделаете заказ на сайте Faberlic, указываете офис, удобный для получения, если он есть в вашем городе. Если нет, то на любое почтовое отделение делаете заказ. Заказы вам приходят, вы его оплачиваете и забираете. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите в комментариях к этому видео. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.